В прошлый раз мы с вами познакомились с представителями какой империи, Володя? С представителем империи Бактерия. Нет в империи Бактерия. Бактериот. Прокориот. Вот это другой. Империя Прокориота включает одно единственное царство. Какое царство? Бактерия. Царство Бактерии. На какие группы делится царство Бактерия? Да. Такие пустяки, что это запоминает, зачем к этому возвращаться. Знаете, перестаньте понимать, что это речь. Просто перестаньте понимать фразу, которую здесь говорится. Будете понимать только приборки и союзные. Это все. Эобактерии, ахерии и цианобактерии. Совершенно верно. Что это такие цианобактерии? Что это такие? Водорожные. Все водорожные? Нет. Тяжелейшая ошибка. Тяжелейшая ошибка. Это фотосинтезирующие бактерии. Фотосинтезирующие, а значит, какое тип питания? Автотроп. Кроме фотосинтезирующих организмов, кто еще относится к автотропам? Мы упоминали. Семы синтезирующие. Семы синтезирующие. Семы синтези, которые используют другой вариант энергетического подключения. Не к энергии электромагнитного излучения, а к энергии химической цели. Те, кто назвал цианобактерии водорожными, ну, посмотрите, попробуйте вспомнить, как я говорил. Если уж не записали в объявление, какую ошибку вы допускаете. А ошибку очень тяжелого. В биологии непростительно. Вы просто перепутали, а кислая скромная. Вот, два совершенно, две разные системы признаков абсолютно. Водорожные существа, принадлежащие какому царству? Эукариот. Нету царства эукариотов. А, царства эукариотов. Царство растений, империя эукариотов. Согласен с вами. Ну, если всерьез, то однолеточные водоросли, да и большинство других. Никакие не растения, а не протесты. Об этом мы с вами потом поговорим. Где проходит реальная граница, мы протестим, и всем остальным. А как старое, устаревшее название цианобактерии? Не просто водоросли, а какие? Сине-зеленая водоросли. Ребята, вот вы не сказали одно определение, и сразу допустили грубейшую ошибку. То есть вы дальше будете искать свой объект не в том месте, где он реально находится. Вы ошиблись с точностью до империи. Можно ли более грубую ошибку сделать в биологии? Нельзя. Нельзя. Просто нельзя, вы ступали империи между собой. А это всего комплименты. Что же у вас дальше будет при попытке разобраться, с кем вы имеете дело, если вы даже империи не обещаете? Поэтому не бывает в науке каких-то случайных и ненужных слов. Если уж есть какое-то определение, там нельзя иметь славу. Там нельзя пропускать славу. Правда, это наивысший пилотаж. То, что я люблю больше всего. То, что люди, которые на этот уровень выходят, достойны всяческого моего уважения. Вот мы разобрали некоторое понятие. Я ликтую определение. А на следующий день говорит абсолютно другие слова, но совершенно верно по смыслу. Что он сделал? А он не вызубрил определение. Он понял понятие. И смог своими словами грамотно и корректно, иначе выразить тот же самый смысл. Ну вот это ура. Вот это аплодисменты. Это значит, человек, во-первых, разобрался, а во-вторых, он умеет думать. Именно это и называется думать. Выразить мысль словесно. И сделать это правильно. Если пока самому грамотно составлять определение не выходит, ну что ж, учите, учите, учите. Ранее или поздно это придет. Когда у вас просто на уровень автомата большинство определений осядет, дальше вы увидите, что это как в игре шагов. Там свои правила уходят. Работая с определениями, можно получать разные комбинации, делать разные выводы. Ну и мы с вами посмотрели, как устроена типовая бактерия. Вот она на доске. Плюс к этому я еще ее оснастил редкими для бактерий вещами. Ну вот, допустим, вот эти, вот эти высоты зеленого цвета. Как называются? Фотомембраны. Фотомембраны. Они у кого бывают? Все бактерии? Фотомембактерии. Только у цианобактерии. Именно здесь находится фотосинтетический аппарат. Аппарат, который ведет вот эту систему преобразования. Используя в качестве сырья, вобранный уже кислогаз, строят сахар живозный. Именно этот процесс называется фотосинтез. Фотосинтез идет с выбрасыванием мусора. Что является мусором фотосинтеза? Кислород. Кислород. Это отковы. Они сбрасываются во внешний цирк. Славно. Ну и мы с вами просто раз выбирали, что если у нас есть источник глюкозы, потому что есть машинка, которая все время выбрасывает новую молекулу глюкозы. Используя их, можно ли построить любую другую органику? Да. Да, можно. Да, можно. Правда, ферменты потребуют энергии для того, чтобы реализировать свои реакции. Откуда клетка будет брать энергию? Бах. Окисляю глюкозу. Окисляю глюкозу. Разумеется. Очень, грубо говоря, сжигая глюкозу. То есть глюкоза – это одновременно и универсальное топливо, и универсальный стройматериал. Но может ли такая клетка, пользуясь углекислого газа и воды, построить сахар? Нет. Почему? Может. Конечно, может. Такая энергия нужна. Ну, энергия нужна. Она возьмет, сейчас глюкозу опишет, да получит она. Хорошо. Может ли эта же предка из углекислого газа и воды построить жир? Да. Да, может. А вот хосфолипид она сможет построить? Нет. Хосфолипид – это детальки любой мембраны. А чего не хватает для хосфолипиды? Фосфат-иона. Соединения, содержащие хосфор, надо дополнительно получить из внешней среды. Без этого хосфолипид не построишь. Хорошо. А белок она сможет построить? Азота нет. Азота нет. Значит, еще какие соединения надо получить? Азот можно из аммиака получить. Еще раз. Но аммиака входит ли в эту башку или нет? Нет. Значит, дополнительно надо еще вещества. А я вам говорил, что в некоторых радикалах, входящих в аминокислоты, есть еще сера. Можно ли такие аминокислоты построить, если из внешней среды недополучена сера? Нет, и они выйдут. А в регуляции всех процессов на мембране необходимы пионы натрия, калия, кальция и магния. Они здесь есть? Вот, и список. Нет. В результате фотосинтез – это основа процесса. Но для того, чтобы реально получить весь спектр необходимых веществ, что еще надо получать из внешней среды? Вот так. Ну, поскольку у нас речь об афтотропах, о синтезирующих организмах, то как мы назовем все вещества вот этого списка? Минеральные. Йодные. Натрия, актальная, азота, селы, косфора и так далее. Минеральные. Минеральные вещества. Или более знакомые вам словом? Солы. Удобрения. Удобрения. Что такое те удобрения, которые вы там вливаете в горшок с церковью? А это и есть смесь, содержащая самая разная, растворимая минеральные вещества. То есть, те ионы, без которых из сахара все остальное просто не построишь. Но если сравнить с количеством, вот клетка построила в течение времени N-ную массу глюкозы. Для того, чтобы построить из глюкозы белки, глиновые кислоты и дальше все по списку. Элементы мембраны. Она должна из внешней среды поглотить N-ную массу минеральных солей. С вашей точки зрения, какая величина больше? N или N? M. Она чуть-чуть больше, в разы больше, на порядке больше. На порядке. На порядке. На самом деле, минеральных веществ надо совсем чуть-чуть. Они абсолютно необходимы. Без них просто ничего не будет. Но количество их должно быть необычайно мало. Когда первый раз это было подтверждено экспериментально? Ну, первое экспериментальное подтверждение было не на бактериях, а уже на высоту разных растений. Один из очень известных в дальнейшем ученых-пиологов, когда был ученым студентом, посадил, заложил такой эксперимент, который у него продолжался лично в его квартире. Полвека. Эксперимент был следующим. Будучи юным студентом, он взял такую большую бочку с землей, посадил молоденькую игру. Совсем маленькая деревца там, высотой полметра. Перед этим он аккуратнейшим образом взвесил всю землю, в которую засыпал бочку. И взвесил сам вот этот пророст. Через 50 лет, будучи уже маститым профессором, автором известнейших книг и так далее, он выкопал дерево, которое за полвека выросло в этой бочке, аккуратненько очистил его от всей земли и взвесил дерево. А потом взял и настолько же аккуратненько взвесил землю в бочке. Ну и как поважено, за 50 лет какого размера достигла иха? Большой, большой, ярмейший. Ребят, вот этим тополям, а ива это один из, ну не совсем, но очень близкий к тополям растения. Вот этим тополям как раз примерно по 50 лет. Видите масштаб бедства? Представьте себе, что вы взяли такое дерево вместе с корнями и взвесили. Что вы получите? Во всяком случае, сотни килограмм, несомненно, а может быть и выше тонна. Отлично. Как поважено, а вес земли в бочке остался прежним, уменьшился или увеличился? Уменьшился. Уменьшился на сколько? На 150 грамм. Отлично. А откуда остальная тонна взялась? Из воздуха. Не только? Из кислорода. И? Кислород. И водой. И водой сам. Кислород-то выбрасывался, наоборот, из носа. Да. То есть, на самом деле, весовая доля неорганических соединений в живых организмах очень негрека. Поэтому, пожалуйста, не считайте, что чем полезнее вещество, тем его должно быть больше и больше. Потому что, если взять в клетку и ввести избыток солей, что будет стрелять? Помрет. Да помрет оно не менее. Теперь некоторое важнейшее свойство бактерий. Бактерии способны к очень хитрому действию. Если организм нашего своего своего типа, многоклеточного гриота, помер. Потом взял и помер. Жил, 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 помер. В землю закопали, надпись написали, на кладбище снесли, и все какое-то. А потом он полежал-полежал и передумал. Взял, откопался и пошел себе продолжать олимпи. Кроме голливудских фильмов. Это где-нибудь возможно? Нет. В реальности это невозможно совершенно. А бактериями завершена. Бактерия настолько просто устроена из системы, что ее можно останавливать обратимым образом. События, которые происходят в каждой нашей клетке, намного-много порядков сложнее. Там уже, если остановил, скорее всего, обратно не включится. А бактерии что делают? Если система внешних условий оказывается неблагоприятна для дальнейшей жизни, а как бактерия узнает? Там что, сидит маленький думатель? Ну, сидит, там, я не знаю, маленький президент бактерия. И думает, благоприятна ли политическая обстановка вокруг моей бактерии? Нет, неблагоприятно, консервируется. И как ты знаешь? Пусть не хватает еды, можно это делать. Ага, ага. Значит, на самом деле, все процессы в любой живой клетке управляются белками. Согласны? Так. И те белки, которые будут переводить в клетку, те ферменты, которые будут переводить в клетку, на законсервированный режим, на временную остановку жизни. У них это возможно, но у наших нет. Они могут остановить жизнь на время. Вот как, по-вашему, гены этих ферментов считаются, то есть копируются отсюда постоянно, и меняется. Вся затих гена понадобится здесь, на любой момент ДНК. Ну и что? Вот эта реакция снятия копий, мы разбирались, как с ДНК можно снять копию. Ну и что? То есть химические процессы идут, как Бог на наш положен. Ну, то есть гены копируются случайным образом. Или есть какой-то регулятор? Умеется регулятор. Каждый ген должен быть откопирован только тогда, когда его белок должен работать. Как это можно сделать без моего президента? Матери, что я... Элементарно. Как любая живая вредка отходится без гаишника и президента? Без биополия и двух святого. Как происходит авторегуляция процесса в живых системах? На самом деле, один из этих путей вы уже можете придумать. Та информация, которую вы обладаете, достаточно, чтобы придумать процесс, который бы в одних условиях выключал работу гена. То есть клетка перестает строить этот ген. Извините, строить этот белок. Она просто перестает читать ген. А когда нужно, она опять начинает читать этот ген. И по его инструкции белок начинает опять строиться. Какие деньги прожили? Может быть, белок на корею вредки, который при невыкоприятных условиях может изменять работу, который... Как называются вот такие белки, какую работу они выполняют? Они... Название есть. Рецепторные. Рецепторные. Отлично. Ставим белки-рецепторы, которые будут менять информацию при изменении условий в неблагоприятную сторону. Пока условия благоприятные, эти рецепторы активны или нет? Нет. Нет, они активны. Когда условия изменятся в неблагоприятную сторону, рецепторы активировались, превратились в ферменты. И эти ферменты пошли в дне новое соединение. Это соединение, синтез его не катализировал, суда сих пор. Присоединяются к участку начала чтения тех генов, которые в норме не читаются. То есть, как можно себе представить генетическую запись? Ну, во-первых, молекула ДНК, короткая или длинная молеку? Она чудовищно длинная. Мы с вами праздновали. Ну, берем, конечно, маленький кусочек. Вот на этом кусочке, допустим, записано, я не знаю, 50 последовательных дел. Вот на этом кусочке один, на этом второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Поехали. Каждый такой фрагментик состоит из многих тысяч нуклеотидов, на которых написана определенная генетическая информация. Это информация о том, как строит кто-то или иной круг. А теперь давайте вспоминать. Все ли три плета, все ли кодоны генетического кода обозначают один кусочек или есть какие-то другие? Ну, во-первых, еще есть три. Что это за кодоны? Стоп кодоны. Стоп кодоны, знаки прикинания. Отлично. Вот у вас тема в голове. То есть вы дитя уже свободно сами крутите так, как вам это нужно. Это очень хорошее. Сколько всего разных кодонов в генетическом коде? 64. Три из них знаки прикинания. Значит, они на кислоты. Какое количество кодонов отзначит? 61. 61, значит, мы кодон. Вспомнили основу. А теперь читающая система будет по линии ДНК двигаться случайным образом или в строго определенном направлении? От 3-х конца, от 3-х конца, от 3-х конца системы. То есть направление заданное. А в какой точке читающая система будет присоединяться к системе записи? То есть где она будет начинать чтение? А посмотрите, каждый ген начинается с некоторой своей последовательности нуклеотидов. Вот в этой последовательности зашифрованы ли какие-то аминокислоты? Или что-то другое? Система знаков прикинания, которая показывает, что чтение гена надо начинать именно отсюда. Вот такой участок, с которого начинается каждый ген, он не кодирует белок. У него другая задачка. Это указатель того, что данный ген читать отсюда. Такой участок гена называется промотор. Запись каждого гена начинается с промотора. Промотор – это последовательность нуклеотидов. Она обычно достаточно здоровая, там не один стоп-кодон. Там целая серия кодонов, включающая в себя, конечно, стоп-кодона. Это указатель того, что данный ген читается отсюда. У такой последовательности свои химические свойства есть? Есть или нет? Конечно, есть. Данная комбинация озвучивших оснований имеет свои химические свойства. И теперь именно к этой последовательности может причалить машинка, которая будет копировать ТНК. ТНК – зависимая, РНК – синтетация. О ее работе мы с вами говорили. Вопрос – как заблокировать чтение гена? Нужно убрать промотор. Нельзя. Резать фосфоросахарный скелет ТНК категорически запрещено. Нужно, да. Убрать промотор можно единственным образом. Взять и вырезать кусочек изнутри сообщения. Без самой крайней необходимости предка этого никогда делать не будет. ТНК – это святой. Как еще ваше предложение о блокировке чтения гена? Ну, добавить лишний сомбазу. Да. Чтобы здесь нового гулянца в промоторе. А, извини, сам промотор. Ребята, ну да. Можно вывести тараканов путем сжигания дома. Если вы сожгли свой тон, то дальше в этом месте тараканов, очевидно, не будет. Но является такая акция самой желательной. Смотрите, что делаете? Вы же уродуете наследственную запись. Вы ее меняете. Если вы внесли чего-то новенькое в систему нуклеотипов. После этого можно нормально прочистить тексты или нельзя? Нет. Смотрите, давайте мы разберем несколько примеров. Вот у вас есть такая запись. Допустим, сколько нуклеотипов, точнее, сколько триплетов здесь записано? Сколько аминокислот здесь зашифровано? Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Может ли при копировании, ну, когда лезвие читают ген, чтобы составить и РНК, и уж дальше по модели РНК строить бюлочек по записи РНКову, может ли произойти ошибка при копировании? Да. Не бывает безошибочных копирующих систем. Так можно специально делать ошибку? Подожди секунду. Сейчас увидим, к чему приводим. Значит, произошла случайная ошибка. Здесь при копировании вместо А вставили ГЭТ. Замена нуклеотипа. А как это получилось? Скажите, пожалуйста, к чему это приведет в рамках синтезированного ДОКа? Дополучие ДОКа. Почему? Потому что... Потому что... Одна нитаряна дезиската. Именно так. Знаете, вот это другой потом. Но давайте-ка вспомним, почему код ДНК называется вырожденный? Потому что некоторые... Есть синонимичные последующие. Есть синонимы. Обязательные линии. Замена нуклеотида приведет к ошибке в структуре ДОКа. Есть шанс, что попадет синонимичный. Есть шанс, что замена произошла, но построился синоним. В результате вырожденность кода, какую характеристику работы кодирующей системы улучшает? Устойчивость, безошибочность. Случайных ошибок избежать не можем. Так строим мир. Они будут обязательно. Так? Но если у вас запись синонимична, обязательно ли каждая случайная ошибка будет приводить к серьезным последствиям? Нет. Нет? Идея понятна? Да. Знаете, это не единственная, но одна из особенностей вырожденного кода. В белке произойдет полное изменение всего чтения аминокислот, то есть полное изменение всей первичной структуры, или будет изменена только одна аминокислота? Одна аминокислота. Только одна аминокислота. Ну и просто по часам задумайтесь, подумайте, обязательно ли это приведет к катастрофическому изменению активности белка? Нет. Не, не обязательно, но прессовый, если был популярный, очень важно, какая аминокислота поменялась. Если поменялась аминокислота, участвующая вот здесь, в межрадикальной связи, то изменения будут серьезные или несерьезные? Серьезные. Вот тогда будет очень серьезно. А если поменялась какая-нибудь аминокислота вот здесь, не участвующая в темптической связи, тогда может быть не уменьшить. Да, да, но тем не менее, вот если сравните результат первой или второй мутации, то какой результат всегда тяжелее? Первый. Первый. Ваш скором упадке поменялось. А здесь честный учет. Идеи креста? Хорошо. А теперь попробуем реализовать ваше предложение. Возвращаем все на место. Здесь что у нас должно быть встать? А. Ладно. А теперь вы предлагаете всунуть в запись новенький нуклеотидик. Классно. Солдую. Смотрите, что произошло. К тени у нас вот в эту сторону идут. У нас получается изменение. Что изменится в белке? Все. Все. Изменится все. Значит, если сходить в бодрее. Вы сместили рамку чтения. Вот у меня белыми линиями выделены ближние кодоны, которые соответствовали порядку аминокислоты. Как теперь будет читаться кинокислоты? А. 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 А дальше поехал вот так. Все последующие сообщения, стоящие после этой точки, изменились. Итак, старт муклеотида и выброс муклеотида имеют необозримо более серьезные последствия, чем замена. Вот понятно, почему в норме клетка никогда не трогает ТНК. Чуть-чуть поменял, и можешь получить вообще салат с помидорами шестеревками. Все съедет. Возвращаемся к вопросу, как заблокировать чтение гена. Можно получить аморологию. Который целостной ставить сразу три или выразить три сразу? Алису за зеркалью читали? Да. Может быть, бедные дети не читали. Такой персонаж белый рыцарь. У него была такая песенка. Я хотел бы выкрасить бакенбарды в зеленый цвет, а потом взять веер побольше, чтобы этого никто не увидел. Так? Вот вы предлагаете ему такую акцию. Взять, вставить целый кодон, а потом взять его и вырезать. Нет, не вырезать. А то что вставили, вырезали, что изменилось? Ничего. Нет, я имею в виду, либо вставить приборную. В зависимости от того, что она нужна. О как. Но в этом случае вы в порядок, в общий порядок, либо внесли за эту страну в аминокислоту, либо ее выбросили. Это допустимо? Нет. Иначе делаем. Скажите, пожалуйста, как заблокировать вот эту дверь? Поставить замок. Ага. Первый способ блокировки. Вот здесь замки, да? Я беру ключ, поверну в замочную складку, и дверь заблокирована. А как еще можно заблокировать? Слабарикардировать ее. А можно взять вот здесь, вот рядом с дверью, навертеть в заграждение из колючей проволоки. Как-то главное, что можно? Нет, после этого дверь, конечно, открыта. Но пройти в нее можно или нет? Нет. Ну, сложновато в нее пройти. Дверь открыть, драйвь будет. А как заблокировать чтение гена? А достаточно просто. Состоятельно. Значит, построить молекулу, которая охотно присоединялась бы к последовательности нуклеотидов промотора, она их не меняет. Она просто берет с ними, вступает в химическую реакцию. В результате у вас в один месяц повторно заблокировано. Вот так, прочное ограждение. Это не открыто. Но пройти можете или нет? Нет. Промотор не меняет. Но может и теперь кто-нибудь к нему присоединиться. Нет. Что надо сделать, чтобы присоединиться к промотору? Убрать задумку. Сначала нам убрать задумку. И вот тогда сюда нужно присоединиться и ген можно читать. Идейка понятна? Понятно. Возвращаемся к вопросу регуляции чтения гена. Вокруг нас изменились условия. На это отреагировали белки-рецепторы и стали синтезировать те вещества, которые до этого не катализировались. Что это за вещества? Заглушки. Вещества, либо убирающие заглушки. И в этом случае начинает считаться тот ген, который до изменения условий просто не читался. А если это вещества, ставящие заглушки на определенное промоторо, тогда мы блокируем чтение тех генов, которые до этого читались. Скажите, в этой системе какой-нибудь гаишник нужен? Нет. Вы можете вообще все расписать по условным процессам. Изменения приводят к изменению информации белка. Белок-рецептор, изменив информацию, превращается в фермент. Фермент выдает продукты реакция, которые вступают в взаимодействие с промоторами ДНК. В ответ взаимодействия гена либо блокируются, либо расплокируются. В результате можно ли составить вот некоторый такой перечень? Температура изменилась куда-то, заблокировать ген 125, 367 и еще какой-нибудь, но зато включить гены такой-то, такой-то и такой-то. Можно такой списочек составить? Да. Никаких проблем. Клетка отреагировала на изменения во внешней среде. Так вот, когда эти изменения достигают уровня опасного для сохранения целостности. Вот уже, ребята, начался отказ. Сейчас будем либо вариться, либо высыхать, либо травиться какой-нибудь реальной окружающей среды. Что в ответ на это? В ответ на это. Какие гены активированы? Вот наши бактерии. Вот ее бактериально-клеточная стенка. Вот здесь ДНК. Вот здесь ее посуды. И считаем, больше ничего нет. Вот когда условия достигают экстремальных значений, включаются гены, синтезирующие ферменты, которые используются до полку для достроения сверхпрочной кальцины. Это кальцина замкнулся вот так. Обратите внимание, что оказалось внутри. Внутри оказалось ДНК, внутри оказалось некоторое количество репостон и некоторое количество цитопозных. Все остальное. А всем остальным крепко жертвуют. То есть главный эспанс. Уйдя в эту капсулу, клетка останавливает абсолютно все жизненные процессы. Остановлено дыхание, остановлено питание, остановлено поделение, остановлено старение, остановлен биосинтез. Все остановлено. Если в системе отсутствуют эти процессы, что можно в системе сказать? Вот они были, были, были и кончились. Умерли. В этой оболочке, кроме того, что она сверхпрочная, она реально сверхпрочная, такое состояние для бактерий будет называться циста. Бактерия ушла цистом. В этом состоянии бактерия абсолютно не реагирует на то, что ее искупают в жидком архоте. Выдержит нагревание до температуры выше температуры кипения бактерий. Выдержит воздействие сильных кислот, щелочей, мощной радиации и тому подобное. И самое главное, выдержит полное высыхание, чего ни одна живая клетка выдержать не способна. Разрушить цисту – это очень тяжелая задача. Но дело в том, что в оболочку циста вмонтированы к правилу структурных белков, белки рецептора. Они вот так стоят. И если циста попадает в среду с удачным наполненным условием, что происходит? Белки рецепторы активировались, стали катализировать новую систему реакции. В ответ на эту систему реакции разблокировалось чтение генов, программа которых будут синтезированы белки, разрушающие участок в стенке. Бактерия полезла из пуска. Восстановила процесс питания, процесс дыхания, процесс выделения, процессы биосинтеза. Бактерия полежала мертвой, я это делал, надоело, она жила и ожила. И после этого дела будет дальше выживать свой бактериальный век. Скажи, пожалуйста, для нее вот это время, вот для нее, как для живого организма, время, которое она провела в жизни, отсутствует или присутствует? Отсутствует. Или не было этой времени? Да? Как называется такое состояние? Обратимая смерть. Вот это и есть амобиоз. Обратимая остановка жизненных процессов. Настоящая амобиоз. К настоящему амобиозу способны, прежде всего, бактерии, и туберку не все. Не все бактерии цистообразующие. А жуки нет, это же тоже могут, да? Это не настоящая амобиоза. И вот это будет. Амобиоза. 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 Продолжение следует...